Ее обнаружила соседка в квартире. Она увидела Инну на полу, у нее частично уже не работали конечности, она не могла позвонить никому. Сделали тест на ковид, тест показал положительный результат. Сделали КТ, увидели двухстороннюю пневмонию. И невролог впоследствии поставил диагноз редкое аутоиммунное заболевание, синдром Гиена-Баре. Это заболевание, при котором нервная система поражает свои периферические нервы и происходит частичная парализация тела. Синдром Гиена-Баре вызывает инфекцию. И вот такой инфекцией мог оказаться ковид. От Гиена-Баре люди восстанавливаются, это сложное заболевание, но в течение 3-4 месяцев люди полностью приходят в норму. Восстанавливается движение в конечностях, но поскольку была пневмония, врачи сказали, что обычно пациенты с такими показателями не проживают больше 2-3 дней и надержалась 2 недели. Там говорили, что крайне важно, чтобы она начала сама дышать. Начнет сама дышать, дальше будет легче восстанавливаться. К сожалению, она не начала дышать сама. И она вот пробыла 2 недели на Шевелле, в принципе, ее сердце остановилось. У нее в 10 вечера началось какое-то давление, к 6.30 утра отек головного мозга. Сердце перестало качать кровь. Нет, нет, в том-то и дело, что это стало просто шокирующей новостью для всех нас, потому что никто не остановил. Она была вполне здоровой девочкой, то есть как бы активной. Она организовывала какие-то палаточные кемпы молодежные, была волонтером на огромном количестве мероприятий. Фото, яке поруч с нами, сделано месяц назад. И это была ее команда, она ее очолювала. И иногда кто-то говорит, что как вы держите? Я не знаю. Я не знаю. Наверное, я через неделю вам скажу. Меня еще размажет. И мама еще, да. Она держится. Видите, она не хочет... У нее механическая какая-то задача. Она не хочет траура. Она просит не делать из этого похоронную процессию, из Дня памяти. Она хочет, чтобы это было светло. Инна была очень светлая девочка. Знаете, есть люди, которые в глаза ты смотришь, и тебе кажется, что они не умеют врать. Вот они просто не умеют. Вот Инна была таким человеком. Месяц назад мы разговаривали про майбутнє, таке умовно найближче. Мы разговаривали, куди бы мы поехали, когда мы открыли кордоны. Это было разговаривание, про что? Просто помешкавое. Точно я не помню, куди она хотела поехать. Я перечисляла, країн 20, вона країн 20. Мы просто перечисляли местя, які бы хотели кулось відвидати. Да. Кроме личной нашей трагедії, это еще історія о том, что 21 год от нас ушла девочка, которая була абсолютно здорова. І ніхто ніколи не знає, що і якщо і якимось заболевання може спровоцірувати ковід. І тому так важливо бути в масках. Ну і мій личний опыт нахождення цініскільки недель в реанимации, ми передавали якісь прапарати, узнавали о состояниях. Це жутко. І, мабуть, я якимось всім адептам не верою в коронавірус посоветовала приїхати однажды просто к той же 9-й больниці, видити очередь із скорих, видити кількість людей, а потім приїхати під крематорію і видити кількість там. Вот там, там очередь. Там колосальне, колосальне кількість людей. Дякую за перегляд!